Глава шестая. На пороге империи. Священной лиги. С усмирением Стрелецкого бунта началось открытое правление Софьи, опиравшейся на клан Милославских. Главой правительства стал фаворит правительницы, князь Василий Васильевич Голицын. Образованный человек, прекрасный дипломат и политик, князь Голицын был ярым сторонником участия России в европейских делах на стране католических стран – Австрии, Речи Посполитой и Венеции. Но эта политика была не просто непопулярна в стране. Для большинства русских людей она была непонятна и непривычна. Еще совсем недавно при патриархе Филаретии царе Михаиле Федоровиче, при Никонии царя Алексея Михайловича русские внешнеполитические установки были противоположны. Россия выступала против Польши, а в ее лице против всего католического Запада, стремясь к торжеству православия. Кроме того, что такая политика России находила поддержку у украинцев и белорусов, она являлась и вполне ортодоксальной с христианских позиций. Ведь жестокое обращение с православными, принятое у католиков, не шло ни в какое сравнение с тем, как относились к балканским христианам в Османской империи. Турки, которые владели большей частью православных стран – Сербии, Болгарии, Греции, Молдавии, Валахии, а также Сирии и Египтом, где была велика доля христианского населения – обращались с христианами довольно мягко. Конечно, христиане не могли служить в армии и носили оружие только в исключительных случаях, сделать большую карьеру они могли, лишь приняв ислам. Но тот, кто не желал делать карьеру и не хотел принимать ислам, мог спокойно жить и работать, свободно посещать христианские храмы, читать и даже издавать православные богослужебные книги. Свобода совести рассматривалась как один из принципов государственного устройства империи, ибо турки XVII века здраво полагали, что лучше собирать с христиан дополнительный налог, чем разжигать в своей стране гражданскую войну. А деньги были очень нужны туркам для задержания войск. Внешних войн Османской империи хватало. Вооруженная борьба католических стран с Турцией в XVI-XVII веках шла практически непрерывно. Во второй половине XVII столетия турки-османы, несмотря на ряд серьезных поражений от европейских держав, удерживали в своих руках Подолию и часть Венгрии, а в 1683 году перешли в наступление против Австрийской империи и осадили Вену. Польский король Ян Собеский, решив, что оставлять Австрию в таком положении слишком опасно, принял активное участие в обороне города. По европейским источникам турецкие войска под Веной насчитывали около 200 тысяч человек, включая обслуживающий персонал. Без сомнения, численность боевых частей была существенно меньше. Против турок выступили 40-тысячная австрийская армия и 26 тысяч польских гусар-собесского. Этими силами турки были разбиты на голову. Поражение было так сокрушительно, что султан казнил своего великого визиря. Но успех Австрии и Речи Посполитой был достигнут исключительно благодаря героизму польского рыцарства, и обошелся он Польше дорого. Продолжение борьбы с турками потребовало объединения европейских государств. И в 1684 году была создана Священная Лига, в которую вошли Австрийская империя, Речь Посполитая, Венецианская республика и Мальтийский рыцарский орден. Участники этой коалиции стремились вовлечь в борьбу с Турцией и Россию, чтобы переложить на нее тяготы ведения войны на диком поле. Несомненно, что идея о союзе христианских государств для борьбы с магометанами была лишь выиской. Еще в 1676 году Речь Посполитая в канун очередного турецкого вторжения на Украину благополучно предала Россию и поспешила заключить с султаном мир. Россия, незадолго до того заступавшаяся за Речь Посполитую и требовавшая от османов прекращения нападения на Польшу, столкнулась с высвободившимся 100-тысячным турецко-татарским войском. Лишь ценой героических усилий стрелецкого ополчения и казацких отрядов русским удалось отстоять Киев и левобережную Украину. Все это умные люди в России прекрасно понимали. Когда дьяк посольского приказа Емельяна Украинцев сообщил Гетману Самойловичу о решении Голицына примкнуть к коалиции европейских католиков против Турции, Гетман справедливо заметил, что воевать за интересы своих врагов глупо, нарушать мир с турками и татарами нет причин, а надежды захватить Крым совершенно иллюзорны. Об этом без сомнения знали и Софья, и Василий Голицын. И тем не менее они поддались на увещевание поляков и иезуитов, вопреки мнению такого опытного военачальника, как Самойлович. В 1686 году Россия примкнула к Священной Лиге, получив в обмен на обещанное ей участие в войне «Вечный мир» с Польшей и Киев в бессрочное владение. Он по Андрусовскому перемирию 1667 года перешел к России на два года, да так и не был возвращен полякам. Западноевропейские страны всячески стремились привлечь русских к войне не столько с Турцией, сколько с ее союзником – Крымским ханством, так как австрийцы и поляки больше опасались не регулярной турецкой армии, а стремительных набегов татарской конницы. Крымцев-то и должны были отвлечь на себя русские войска. Таким образом, России приходилось вступать в войну, не имея никаких гарантий на приобретение земель на Балканском полуострове в случае победы. Однако свои обязательства нужно было выполнять. И в 1687 году стотысячное русское войско, руководимое князем Голицыным, выступило в поход на Крым. Ветераны степных войн, дворяне и казаки хорошо представляли себе авантюрный характер затеи Софьенова фаворита. Голицын не обладал никакими полководческими талантами, а огромному войску предстояло летом пройти по сухим, безводным степям от Полтавы до Перекопа, и, не имея надежного тыла, взять сильно укрепленный перешейк. Неудивительно, что этот крымский поход, так же как и следующий, 1688 года, кончился позорной неудачей. Сам Василий Голицын отделался легким испугом. Его интимные отношения с Софьей спасли князя от опалы. Виновным в провале Голицын при помощи интриг Ивана Мазепы объявил Самойловича, менее всех повинного в неудаче и изначально возражавшего против голицынской авантюры. Гетмана лишили должности и сослали в Сибирь по надуманному обвинению, а гетманскую булаву, как мы уже упоминали, получил ставленник Голицына Мазепа. Накануне реформ Неудачи крымских походов вызвали брожение и рост недовольства в стране. И раньше большинство простого народа удивлялось нравом и обычаям царского двора. Видя правительницу в польских нарядах, ее фаворита в польском кунтуше или слыша польский язык и латынь вельмож, люди недоумевали. Польский язык к тому времени прочно вошел в моду и употреблялся в Кремле очень широко. А после подчинения внешней политике России интересам Австрии, Польши и даже Венеции, введения тяжелых налогов и принесения бесполезных жертв, правительство лишилось всякой популярности. Неприязнь к нему усилилась также из-за крайне жестокой политики по отношению к старообрядцам. В 1685 году против Раскольников были изданы пресловутые 12 статей, одно из самых безжалостных узаконений в русской карательной практике. Кстати, в том же году Людовик XIV отменил Нанский эдикт о веротерпимости. В обоих случаях роль подстрекателей выполнили иезуиты. Развязка наступила в 1689 году по возвращении Голицына из Крыма. Началось со слухов. Вошли разговоры, что стрельцы по наущению Софии и начальника стрелецкого приказа Федора Шакловитова снова замышляют убить Петра и вдовствующую царицу Наталью Кирилловну. Напуганно этим известием, 17-летний Петр ночью бежал из своей резиденции в селе Преображенском под защиту стен Троицы Сергиева монастыря. Противостояние Нарышкиных и Милославских Петра и Софьи приняло ничем не замаскированный характер. Однако стрельцы на сей раз повели себя очень пассивно. Набат не зазвучал, сторонников у правительства не оказалось. Патриарх, выехавший для переговоров с Петром, больше не вернулся в Москву. Вслед за патриархом потянулись бояре, уходили с Троем, с развернутыми знаменами, пешие и конные полки. Софью и Голицына просто никто не хотел поддерживать, а стрельцы с готовностью выдали Петру Шакловитова. В итоге Шакловитому отрубили голову, Голицын был сослан, а Софья заточена в монастырь. Так партия Нарышкиных пришла к власти, поднявшись на гребне национального недовольства западным влиянием. Можно без всякого преувеличения сказать, что вся страна своим сочувствием возвела на престол будущего Петра Великого вместе с его партией, с его окружением. Провозглашенная ими политика национального возрождения, если ее так можно назвать, сохранялась довольно долго, с 1689 по 1701 годы. Это было время, когда к власти пришли патриарх Иоаким, вдовствующая царица, ее брат Лев Нарышкин, родственник Петра по бабушке Тихон Стрешнев, дядька царя князь Борис Голицын и позже князь-кесарь Федор Ромодановский, который стал ведать Преображенским приказом. Новое правительство, будучи втянутым в войну, должно было продолжать ее. И Петр, оставив марсовые потехи, предпринял вместе с донскими казаками в 1695 и 1696 годах два похода для захвата турецкой крепости Азов, запиравшей выход из Дона в Азовское море. Азов был хорошо укрепленным форпостом турок. Петру, не располагавшему флотом, не стоило и мечтать о взятии крепости, гарнизон которой получал достойное подкрепление. Но молодой царь и его друзья пребывали в уверенности, что осада Азова будет ничуть не сложнее морских походов на Переславском озере или штурма Игрушечной крепости у подмосковной деревни Кожухова. Естественно, первый поход 1695 года закончился неудачей, сняв фасаду в Уске отошли. Всю зиму Петр провел в Воронеже за строительством флота и подготовкой второго похода. На новые воронежские верфи было согнано несколько десятков тысяч человек, и ценой неимоверных лишений для людей и затрат для казны к весне было построено несколько крупных кораблей. Вместе с русскими в поход на Азов выступили украинские донские казаки, а также калмыцкая конница. И надо сказать, что успех второго штурма Азова был обеспечен не вновь построенными крупными кораблями, а небольшими маневренными лодками донских казаков. Мобильные казацкие суденушки внезапным нападением на турецкие корабли рассеяли их и позволили русскому флоту беспрепятственно выйти из дона в Азовское море. Судьба крепости была решена, и после двух месяцев осады турки на условиях почетной капитуляции покинули Азов. Однако сама необходимость взятия Азова была более чем сомнительна. Азовское море сообщается с Черным через Керченский пролив, а Керчь и Тамань находились в руках у турок и татар. Таким образом, взяв Азов, логично было бы начать отвоевывать выход из Азовского моря в Черное, то есть, подобно Голицыну, пытаться захватить Крым. Но ведь даже завоевав Крым и получив выход в Черное море, Россия не стала бы Средиземноморской державой. Для настоящей конкуренции в Средиземном море с венецианцами и англичанами русским необходимо было получить проливы Босфор и Дарданеллы, то есть, ни много ни мало захватить Стамбул. Об этом и речи не могло идти в конце XVII века. Итоги русско-турецкой войны были для нашей страны неблестящи. Австрия заключила с Турцией мир, предоставив России одной рассчитываться за все неудачи, поскольку сама она уже приобрела богатую Венгрию. Речь Посполитая получила необходимую ей Подолию, ставшую барьером на пути турок во внутренние области Польши. Россия же присоединила к себе дикое поле от Дона до Запорожья. Как мы уже упоминали, эта земля действительно являлась полем постоянного сражения между нагайскими татарами, совершавшими набеги на русскую и польскую Украину, и казачьими отрядами, шедшими из севера для нападения на турецкие и татарские владения. И казаки, и татары были жуткими головорезами, и, конечно, возможности заселять и обрабатывать эти плодородные земли Россия не имела. Европейцы прекрасно представляли всю условность этого приобретения и без колебания согласились считать дикое поле русским. Таким образом, всем здравомыслящим людям были видны негативные результаты Голицынского союза с католиками. Вероятно, не без влияния своих ближайших советников, Петр решил изменить приоритеты во внешней политике и попытался наладить контакты с другими европейскими государствами. В 1697 году в Европу направилось Великое посольство, в составе которого инкогнито под именем урядника Петра Михайлова ехал и сам молодой российский самодержец. Путь посольства пролегал в основном по протестантским странам Северной Европы – Курляндии, Бранденбургу, Голландии, Англии. Из этого путешествия, в ходе которого прошли переговоры, хотя и неофициальные, с европейскими монархами, Петр привез на Русь новую идею русской внешней политики – союз не с католическими, а с протестантскими государствами. Следует сказать, что для любимой Петром Голландии и торговой Англии самой насущной задачей являлась тогда борьба с католической Францией, ее политическим союзником – Швецией. Вот и попытались европейские политики использовать Петра в борьбе против Швеции, точно так же, как ранее они использовали Голицына и Софью в борьбе с Турцией. Как видим, с заменой Софьи на Петра русская внешняя политика не получила самостоятельного характера, утерянного в правлении Софьи. Она лишь была переориентирована на иную группу западноевропейских стран. Молодой Петр, на которого упорядоченная комфортная жизнь в Голландии произвела глубокое впечатление, был захвачен великими планами сделать из России такую же цивилизованную державу, построить такой же морской флот и развить коммерцию. Правда, для воплощения царской мечты приходилось начинать воевать со Швецией за выход к Балтийскому морю, но это считало задачей своевременной и благородной. С этнологической точки зрения возникновение Петровской мечты вполне естественно. Петр, как и его соратники, принадлежал своему этносу, переживавшему в XVII веке максимум пассионарности, акматическую фазу, малоблагоприятную для жизни простых людей, до предела насыщенную конфликтами и всяческими безобразиями. Человеку, видевшему ребенком кровавые стрелецкие расправы, слышавшему ожесточенные споры о Вире, вынужденному постоянно бороться за свою жизнь в дворцовых интригах, тихая и спокойная жизнь Голландии, находившейся в инерционной фазе, действительно должна была показаться сказкой. Стремление Петра в России конца XVII, начала XVIII века подражать голландцам напоминает поступок пятилетней девочки, надевающей мамину шляпку и красящие губы, чтобы быть похожей на свою любимую маму. Но как шляпка и помада не делают ребенка взрослые женщины, так и заимствование европейских нравов не могло сменить фазы русского этногенеза. Подтверждение тому есть и в истории Великого посольства. Петр не смог, как планировал, посетить Венецию. Он был вынужден, бросив все, срочно вернуться в Россию, где вспыхнул очередной и на сей раз последний стрелецкий бунт. Правительством князя Ромодановского московские стрельцы были удалены из столицы и высланы на погранички. Военная служба полной опасности и решений стрельцам не нравилась, приятнее было жить в Москве, занимаясь собственным хозяйством. В 1698 году 40 тысяч стрельцов самовольно оставили границу и направились в столицу. Московский гарнизон под командованием генерала Патрика Гордона состоял всего из пяти тысяч человек. Генерал Гордон, направив на стрельцов пушки, вышел к ним навстречу и предложил прекратить безобразие. Но стрельцы, вместо того, чтобы развернуться в боевой порядок, отступить или, наконец, сдаться, начали через речку переругиваться с Гордоном. Перебранка разозлила генерала, и он приказал дать залп. После первого же залпа стрельцы дружно побежали и капитулировали. 40 тысяч стрельцов перед пятью тысячами регулярных войск. Вернувшийся из-за границы разъяренный Петр приказал провести новый розыск и подверг мучительным пыткам и казням огромное количество стрельцов. Стрельцы отнеслись к экзекуции с полной покорностью. Ни о каком сопротивлении и речи не было, ведь пассионарность стрелецкого войска оказалась исчерпанной. И это неудивительно. Наиболее энергичные стрельцы гибли во время любого возмущения. Зачинщиков последовательно уничтожали сначала Софья с Шакловитом, а потом Петр со страшным князем Кесарем Ромадановским. Не случайно во время бунта 1698 года, столкнувшись с войсками Гордона, стрелецкое войско повело себя точно так же, как 40 тысяч потерявших пассионарность новгородцев в 1478 году в битве при Шелоне, когда им противостоял всего пятитысячный московский конный отряд. Одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям. После возмущения 1698 года стрелецкое войско сошло с исторической сцены, хотя формально его упразднили позднее. Так окончила жизнь консорции московских стрельцов. Из группы людей, объединенных общей судьбой, она сначала превратилась в конвиксию, группу, связанную общим бытом, а затем была уничтожена, не успев вырасти в субэтнос, как это случилось с раскольниками, или стать этносом, как казаки. Петровская легенда Разгром восстания стрельцов 1698 года принято считать последней датой в истории Московской Руси, которая затем начала стремительное превращение в Российскую империю. А при Екатерине II родилась Петровская легенда. Легенда о мудром царе-преобразователе, прорубившем окно в Европу и открывшем Россию, влиянию единственно ценной западной культуры и цивилизации. К сожалению, ставшая официальной в конце XVIII века, легендарная версия не была опровергнута ни в XIX, ни в XX столетиях. Пропагандистский вымысел русской царицы немецкого происхождения, узурпировавший трон, подавляющий большинство людей и по сию пору принимает за историческую действительность. На самом же деле, все обстояло не совсем так, а вернее совсем не так. Несмотря на все декоративные новшества, которые ввел Петр, вернувшись из Голландии, бритье, курение табака, ношение немецкого платья, никто из современников не воспринимал его как нарушителя традиций. Как мы уже убедились, традиции у нас на Руси любили нарушать, и нарушали все время и Иван III, и Иван Грозный, и Алексей Михайлович с Никоном привносили значительное новшество. Контакты с Западной Европой и у России никогда не прерывались, начиная, по крайней мере, с Ивана III. Привлечение Петром на службу иностранных специалистов русскими людьми вообще воспринималось как нечто вполне привычное. Знающих иностранцев заманивали на русскую службу еще в XIV веке, тогда ими были татары, а в XV столетии нанимали уже и немцев, и при том немало. Но как в XV-XVII веках, так и при Петре все ключевые должности в государстве занимали русские люди. Немцы получали хорошие жалования, успешно работали, пользовались покровительством царя, но к власти их никто не думал допускать. Русские люди XVIII века, даже одетые в кафтаны и парики, оставались самими собой, да и отношение царя Петра к Европе при всей его восторженности в известной мере оставалось, если можно так выразиться, потребительским. Известна фраза царя «Европа нам нужна лет наста, а потом мы повернемся к ней задом». Однако Петр здесь ошибся. Европа оказалась нужна России лет на 25-30, так как все европейские достижения русские переняли с потрясающей легкостью. Уже к середине XVIII века стало возможным повернуться задом, что и проделала родная дочь Петра, Елизавета, в 1741 году. Все Петровские реформы были по существу логическим продолжением реформаторской деятельности его предшественников Алексея Михайловича и Эордина Щекина, Софьи и Василия Голицына, да и проблему он решал те же самые. Основной трудностью Петра во внутренней политике, как у его отца и единокровной сестры, оставались пассионарные окраины. Восстала Украина. Украинский гетман Мазепа, обманув Петра, предался Карлу XII. Восстал Дон, возмущенный самоуправством петровских чиновников, которые захотели брать оттуда беглых крестьян. С Дона выдачи нет, заявил атаман Кондратьий Булавин и два года сопротивлялся, пока в осажденном Черкасске не был вынужден пустить себе пуль в лоб. Восстали башкиры и понадобилось четыре года, чтобы справиться с ними. В общем, буйное население юго-востока страны доставляло Москве массу хлопот, как-то было и в смуту. В этой ситуации снова оказался эффективным союз русских со степняками. Петр договорился о взаимодействии с калмыцким ханом Аюкой, который стоял в тылу у башкир и донских казаков, и с его помощью восстания были подавлены. Кроме того, к началу XVIII века калмыки практически остановили Нагайские набеги на Русь. Будучи мастерами степной войны, они быстро стеснили Нагаев и заставили их перейти от нападения к обороне. И все же Петровские реформы, являясь, по сути, продолжением политики западничества в России, конечно, оказались глубже, чем все предыдущие, по своему влиянию на русские стереотипы поведения. Ибо в начале XVIII столетия уровень пассионарности российского суперэтноса уже был гораздо ниже, чем в XVI-XVII веках. Но и при Петре в известном смысле была продолжена русская традиция XVII века. Придя к власти, в 1689 году боярская клика на Рыжкиных во главе с Петром могла управлять страной только так, как она умела это делать. А способ управления в России существовал только один, известный еще со времен Шуйских и Глинских. Царь проводил свою политику, опираясь на верные войска и правительственных чиновников, и потому все русское государство представляло собой совокупность сословий, так или иначе связанных с государевой службой. После Стрелецких восстаний привилегированные войска стрельцов были уничтожены, поскольку падение пассионарности и деградация стрельцов сделали их оппозиционерами существующей власти. Значит, Петру для сохранения трона и жизни требовала своя армия. А кого он мог привлечь на свою сторону? Мобилизовать Башкир после разгрома восстания нечего было и думать. На Украине лишних сил тоже не имелось. Да он после восстания Булавина перестал быть опорой трона. В итоге у начавшего войну со Швецией Петра боеспособных войск оказалось мало. Поэтому молодой король Карл XII смог легко нанести русским под Нарвой сокрушительное поражение и решил, что о России можно и не думать, ведь вся ее армия уничтожена. У Петра оставался единственный выход – увеличить количество войск иноземного строя, а именно пеших, солдатских и конных драгунских полков. Следовательно, основная реформа Петра, военная, носила вынужденный характер. Численность регулярных войск была увеличена с 60 до 200 тысяч человек, но для этого пришлось начать рекрутские наборы. У дворян забирали крестьян и холопов солдаты на 25 лет, то есть практически навечно. Обучали рекрутов жестко, скорее даже жестоко, руководствуясь принципом «семерых забей, одного выучи». Конечно, профессиональные солдаты были весьма боеспособны, крепкие в бою, но снижавшаяся пассионарность этноса не позволяла перевести это войско на самообеспечение, как было в случае с дворянской конницей или стрельцами. Если только солдатам разрешали добывать себе пищу, начиналось мародерство и грабеж, так как солдат, домом которому была казарма, не склонен был жалеть чужих ему людей, обыватели. Полки иноземного строя, в отличие от стрельцов, уже никак не были связаны с кормящим ландшафтом и потому нуждались в полном обеспечении. Понятно, что обходились эти полки и казни очень дорого, им требовались военные городки, провианские склады, громоздкие обозы. Военные расходы легли тяжелым грузом на население, и русские люди бросились в бега. Когда для армии потребовались пушки, технологию их изготовления русские освоили быстро, тем более, что залежи, необходимые для литья пушек железной руды, имелись и около Тулы, и на Урале, где строительство заводов вел купец Демидов. Демидовские заводы производили пушки не хуже шведских, а шведское железо и оружие считались тогда лучшими в мире. Но сказала с нехватка рабочих рук, поэтому к Демидовским заводам были приписаны целые деревни. Их обитателям предписывалось отдавать трудом свой взнос на общее дело – войну. Решение вышло неудачным. Крестьяне не столько работали, сколько шли к месту работы и обратно, ибо деревни располагались далеко от заводов, а время пути учитывалось в общем сроке повинности. Сказалось снижение общего уровня пассионарности и на птенцах гнезда Петрова. Новые люди, пришедшие с Петром к управлению страной, были кореистами и казнокрадами. Взятки, коррупция достигли при преобразователе такого распространения, какого в XVII веке бояре и представить себе не могли. Достаточно упомянуть о любимце Петра, талантливом полководце Александре Меншикове. При строительстве новой столицы, Санкт-Петербурга, роскошное здание двенадцати коллегий, которое должно было украшать набережную Невы, оказалось повернутым к реке торцом только потому, что петербургский генерал-губернатор Меншиков решил на месте правительственного здания выстроить себе дворец. Деньги на строительство, конечно, изымались из казны. Вполне естественно, что расходы на армию и флот, и коррупция вызывали постоянный дефицит государственного бюджета. Впрочем, наследником своим Петр оставил финансовые дела в очень приличном состоянии, без копейки государственного долга. И в 1714 году реформаторов ввели страшный закон о подушной подати. Обложили всех людей, живших в России налогом за то, что они существуют. Но собрать этот налог не представлялось никакой возможности. Люди отказывались платить под самыми различными предлогами. Тогда Петр не остановился перед введением круговой поруки. Все население городов и властей было переписано, определены суммы подати каждого города и каждой власти, и за их своевременное поступление в казну объявлялись ответственными «отцы города» или «губные старосты» – наиболее богатые люди. Их обязывали самих изыскивать средства, получать с бедного населения нужное количество денег, а при недоимках они отвечали собственным имуществом. Деваться было некуда, в городах стояли гарнизоны царских войск. Казалось бы уж с кого-кого, а с помещичьих крестьян брать подушную подать не стоило, ведь крестьяне обслуживали помещиков-дворян, а дворяне в эпоху Петра служили в армии ни много ни мало сорок лет. Правда, при преемниках Петра этот срок был уменьшен. Но и помещиков объявили ответственными за поступление налога с крестьян. В ответ на многочисленные жалобы помещиков о невозможности собирать налоги одновременно с несением службы, передовое Петровское правительство посоветовало им привлечь к делу родственников и не особенно стесняться в выборе средств при выколачивании денег из несчастных мужиков. Из указа о подушной подати и разелась так гнусная, омерзительная форма крепостного права, которая была упразднена только в 1861 году. Как видим, окно в Европу имело две страны. Однако не все последствия Петровских реформ сказались сразу. Некоторые результаты их испытали на себе не столько современники Петра, сколько их потомки. Весь XVIII век соседние народы по инерции воспринимали Россию как страну национальной терпимости. Именно так зарекомендовало себя Московское государство в XV-XVII веках. И поэтому все хотели попасть под руку московского царя, жить спокойно в соответствии с собственными обычаями и законами страны. То, что приобрела в XVII веке Украина, не пожалевшая крови ради присоединения к России, безо всяких усилий получили и казахи, и буряты, и грузины, страдавшие от набегов соседей. Так старая московская традиция привлекла целый ряд этносов, органично вошедших в единый российский суперэтнос, раскинувшийся от Карпат до Охотского моря. XVIII век стал последним столетием акматической фазы российского этногенеза. В следующем веке страна вступила в совершенно иное этническое время – фазу надлома. Сегодня, на пороге XXI века, мы находимся близко к ее финалу. Было бы самонадеянностью рассуждать об эпохе, частью которой являемся мы сами. Но если сделанное нами допущение верно, а мы пока не знаем фактов ему противоречащих, то это означает, что России еще предстоит пережить инерционную фазу – 300 лет золотой осени, эпохи собирания плодов, когда этнос создает неповторимую культуру, остающуюся грядущим поколением. Если же на обширной территории нашей страны проявят себя новые пассионарные толчки, то наши потомки, хотя и немного непохожие на нас, продолжат славные наши традиции и традиции наших достойных предков. Жизнь не кончается. Жизнь не кончается.